Вероятность аллергической реакции при вакцинировании от коронавирусной инфекции очень мала. Так, тверские медики прокомментировали сообщения некоторых СМИ об отёке, обморке и даже анафилактическом шоке, который якобы угрожает тем, кто делает прививку. Подробности в нашем первом материале выпуска. Комментируя новости об аллергии на вакцину Pfizer, отечественные медики отмечают, наши препараты заметно отличаются от зарубежных. Во-вторых, конечно, нужно понимать, что при приёме любого медикамента есть вероятность побочных явлений. Прививка от коронавируса тоже теоретически может стать причиной ряда неприятных моментов. Определённого характера сыпь, уртикарные элементы, ангиоотёки, ну, крайне тяжёлые проявления на филактический шок, на нашу вакцину таких нежелательных явлений не зарегистрировано. При этом медики отмечают, не стоит путать эти симптомы с нежелательной реакцией на прививку от коронавируса. Когда человек чувствует себя так, будто начинает заболевать гриппом. Что касается аллергиков, то им рекомендуется стандартный алгоритм поведения. Какого они придержатся при приёме любых медикаментов? В первую очередь не стоит вакцинироваться в период обострения аллергии. Кроме того, надо принимать во внимание сезонные риски. В нашей полосе грядёт обострение аллергического ринита сезонного, например, на берёзу сезонное обострение. Ну и в период обострения полиноза не рекомендуется проведение прививок. Ну и пациент, опять же, с бронхиальной астмой может вполне быть привит, если у него правильно подобрана терапия. В целом же прививаться обязательно надо, отмечают тверские медики. Напомним, что на 20 февраля в Верхней Волжье прививку сделали 42 153 жителя региона. Как отметил губернатор Игорь Руденя, в текущем году до 1 сентября в Тверской области от коронавируса планируется вакцинировать более 60% жителей.